спасибо вот так начинается да вырезать обязательно вот это все вырезать все вырежем привет друзья снова подкаст и мы обсуждаем самые актуальные новости на данную секунду поэтому денис благодаря за человеком давайте так денис который является человеком и все у которого есть ноут и которым мечтать просто бывший атошник в полтаве взял заложники шефа уголовного розыска и так сегодня в полтаве 9 часов утра или там чуть больше роман скрипник 88 года рождения 32 года парню мужчине дедушки отцу кстати отцу замечательного сына пришла в голову замечательная идея угнать машину а когда его застукали на месте происшествия он решил взять заложники полицейского и мотивировал это логично мотивировал это он тем чтобы как можно дольше не садиться в тюрьму то есть я возьму в заложники полицейского было бы забавно если бы он постоянно не садите меня в тюрьму он стратег он стратег и причем понимаешь какой бонус то есть человек собирался угнать какую-то машину но все существует знаете как где акции в магазине то возьми вот это и получив подарок и вот это же бонус я возьму сейчас полицейского потом возьму еще во первых смогу заказать более хорошую дорогую машину а также я попрошу допустим я к вымогу попросить президента рассказать какой-то анекдот ну да я вернулся в квартал я бы с удовольствием такое придумал хотя было бы забавно если каждый раз кто-то кто-то к нему приезжал он брал бы в заложники получается что он хотел вообще взять машину потом приехал полицейского он его взял было бы прикольно если приехала с кормом он бы и взял и так в итоге полтава взял в итоге всю заложники но вообще у меня такое было в gta как вообще вообще мне кажется где-то наверное снимается просто gta действительно да в украине хорошем хорошем разрешении вот какая-то заставочка такая и сейчас по большому счету может начаться какой-то хороший тотализатор что я имею ввиду ну как известно у нас же и закон связанные с игровыми автоматами и казино был просто протянут и я предлагаю всем хорошим бизнесменам сделать такой тотализатор вот смотрите когда вы играете в рулетку вы должны выбрать какой цвет и какой номер правильно там все на красное допустим ставлю либо все на черное все на зеро вот у нас не так много областей следовательно мы должны заняться следующим выбрать область который который следует следующий террорист появится и соответственно оставить туда там все на житомир и соответственно ждать вот следующего пришествия какого-то очередного террориста что а что а что сейчас происходит куда он делся собственно если какие-то последние новости потому что я вот читал последнее что вроде как он освободил этого полицейского бросил машины и убежал в лес искать в лесу горящую машину с медведем и вот я не знаю ну вот собственно мне нравится эта фотография как говорят фотографии человек очень с очень необычной такой жизненной позицией значит он бухает и служит в СССРУ по-моему это мейнстрим первый свой не срок но первый суд был у него в 19 лет мелкие кражи крупные кражи хулиганство разбойные нападения в декабре 2014 за создание распространения наркотиков попадает в создание наркотиков ну да он что-то там делал он создатель во все тяжело от создателей наркотиков так вот за сбыт наркотиков 3 года домашнего ареста ему дают и уже через два месяца он уезжает срочную службу служить в гагре депропетровской воздушно-десантно-воздушной дивизии да уезжает видишь вот он как раз это перед отъездом он держит бутлю и говорит за ВДВ это ну может быть и за ВДВ но он уже в военной форме у него доллары в руках а здесь он что он делает он подкуривает сигарету и держит автомат и вот здесь он тоже на картах и с автоматом в общем парень очень интересный видимо разносторонний предложили либо ты три года сидишь под домашним арестом либо идешь в армию а это напоминаю пятнадцатый год как раз бои в январе 15 бои за донецкий аэропорт февраль это знаменитое дебальцевское наступление такое как штрафбат получается и пятнадцатый год январь кацабу по-моему вот в январе или феврале кацаба отказывается от призыва уезжает в СИЗО видите у него видите какие проблемы нет ни одной фотографии где он стоит полнорос нет ни одной фотографии где он полнорос вот он вот здесь он стоит красавчик ему сложно стоять он очень высокий поэтому он все время лежа в присядочку еще где-то ну я считаю что парень хороший его надо отпускать парень да он во первых служил он активист активист наркоман я считаю что я думаю что скорее всего может быть даже ничего не собирался красть а просто хотел взять какую-то определенную консультацию по поводу того как себя вести в обществе правильно нет ну смотрите вчера и он когда его порог знаний во время поездки уже достиг максимума то тогда он соответственно и отпустил человека и убежал в лес искать беременную медведицу а я думаю что может быть он тоже хотел заставить людей посмотреть какой-то фильм чтобы Зеленский в принципе это как челлендж получается кстати у нас в Украине прошел челлендж слушайте у нас происходит терроризм челлендж понимаете слушайте это вообще ну извините я опять в бизнес идею какую-то иду это мы должны представить эту бизнес модель Голливуду вы представляете выходит какой-то фильм Мстителей 13 допустим что сделать уже как бы и надоело а распрутить надо сразу они дозваниваются опять же в Житомир находят образованного активиста и говорят значит короче надо рекламировать фильм а вот это Максим плохой да Максим плохой извини плохая связь значит надо чтобы Зеленский прорекламировал такой же фильм и чик под козырек и сделан в принципе американские американские продакшн видео они уже пользуются так сказать нашим контентом нашими услугами потому что в новом каком-то ролике там Трамп использовал фрагмент с Майдана как пример того что что такое хаос что же это плохо как вы думаете Трамп вообще не является? доктор хаос из ратных Трампа и агент Дональд Федорович агент известно кого естественно тот кого нельзя назвать прям как по Гарри Поттеру на самом деле история не очень веселая потому что почему? вот как раз то все живы все здоровы все живы все не все здоровы потому что этот паренек лежал в больнице с шизофренией как раз в семнадцатом году это после АТО? да после армии вот и как раз вот Максим Плохой запустил целый каскад того что сумасшедшие психи люди просто неуравновешенные начинают чудить кто-то минирует машины кто-то псевдо минирование но тем не менее это минирование кто-то минирует ТРЦ вокзалы ну и собственно вот полиция уже вся на стрёме потому что в подозрительном пакете на улице Киото думали что взрывчатка там оказались яйца и молоко но люди-то боятся градус накалоров в обществе растет ну и собственно вспоминается опыт борьбы в Советском Союзе с такими вот пани а мы настолько что мы можем вспомнить опыт который в Советском Союзе мы настолько когда после нескольких угонов самолетов в конце пятидесятых начала шестидесятых просто перестали об этом говорить террористы забыли о том что такое угонять самолеты кстати нельзя это не делают люди не хочу как бы на себя тянуть одеяла и хвалиться так обычно но я как раз говорил о том на одном языке что это большая опасность если мы будем делать из террористов мега-звезд то конечно же появятся последователи которые ну во-первых они посмотрят так значит один взял мост его взяли ну вы помните мост метро его взяли на поруки потому что он конечно же опять же образованный активисты ну и дальше лучше председатель второй тоже и вот третий я думаю что будет четвертый пятый шестой если конечно же каким-то образом наши СМИ и наше руководство не прекратит радикально это все а я тоже не хочу тянуть от дела тем не менее я тоже потом из наших подкастов сказал о том что действительно заметьте всегда теракты происходят в каких-то общественных местах общественные места это места опасности для распространения коронавируса поэтому я повторю свой тезис о том что возможно террористы спасают наши жизни они они стараются для того чтобы мы так сказать заблюдали карантинные меры теперь Денис должен подхватиться что он вообще что-то сказал давай Денис Денис что ты говорил я хочу продолжить мысли Тараса о том что если наши СМИ не перестанут нагонять истерику и монетизировать эту истерику нас ожидает не очень хорошее будущее вот уже наша коллега Надежда Ставченко как Ставченко Надежда опровергла информацию своих якобы коллег из других СМИ которые сразу же ее почему-то пристегнули к этому лудскому террористу то есть якобы она общалась с сообщником лудского террориста и его поймали на торговле оружием и здесь уже и Савченко в общем а Савченко это понятно ее выпустили из московской тюрьмы а там ее обработаны агенты ФСБ в общем весь мир театр просто писатели фантастики знаете вот они мне нравятся давайте будем уходить немножко от этой подводенной темы хочется что-то хорошее 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 парохобота которое в парте пополошено с зеленкой отпустили на поруки ура ура да активисту по гребенскому инкриминируют статью 346 2 паркоза или насилия по отношению к государственному служащему ему грозит от 4 до 7 лет свободы это лишение свободы если тегом решение свободы это как он в партии свободы и он говорит все мы тебя лишали свободы вот это максимум что можно как можно унизить и наказать активистов парк билет свободы сейчас все из свободы убежали в евросолидарность и за него вписывался батько нации батько нации как ледокол по-украински крыголам 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 и батько нации силачовый гетьман да вот он можно даже воспроизвести это видео давайте так суверенитет украины над крымом какие те реальную пятую колонну украины агрессоров в рот ягин спасибо большое можно выключать и жму руку обнимаю жму руку обнимаю спасибо большое спасибо большое ну что можно сказать человек который действительно является агентом с моей точки зрения агентом кривля судя из телефонов это субъективно твое мнение не факт что разделяют вот конечно некоторые разделяют даже очень многие разделяют но не будем тебя перебывать продолжай Василий не занимайся так сказать сепаратизмом не разделяй а вот получается следующая ситуация что Волошин что он сказал по поводу по поводу того что наши государства как бы не совсем суверенна а находится под влиянием западных каких-то вот стран да и человек который был замечен тоже еще в одном телефонном разговоре и с одними так сказать и с другими Телефонистка года можно так сказать да Телефонистка года Петра Алексеевна Порошенко получается я же не буду решать Петр Алексеевич правильно а то все по войну а то все подумают что я вот и получается ситуация что как говорится на воре и шапка горит Денис посмотрел на меня с уважением я наконец выдал какую-то умную фразу спасибо мы горим такие горит 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 а он и горит горе горе ясно чтобы не погасло но в принципе да ситуация понятна только я все таки считаю что отчасти Волошин прав вот в чем не знаю ну мне кажется что есть в Белогородке под Киевом стихийная свалка загорелась накануне проверки это к словам о том что горит у нас всегда перед проверкой военного склада он загорается перед проверкой обычного склада в сарайчике он тоже загорается или его грабят еще начинают там с операций и других приключений Шурика и вот Белогородка под Киевом вот это вот то что мы с тобой говорили нельзя рекламировать те вещи которые вот нельзя рекламировать вот террористов сейчас рекламируют И они повторяются. Вот надо запретить этот советский фильм ужасный, где эта операция И называется, где они грабят склад, вернее, там, ну, громят склад, чтобы скрыть хищение. Вот это вот поколение, пока мы не забудем вот это поколение, что как надо со складом разбираться, вот это и будет продолжаться. Так что, конечно же, наше министерство, свиты, молодцы, они все вот эти вот пропагандистские, пропагандистские, развращающие фильмы закрывают. Будем смотреть все дружно на «Чекотики». Кстати, от того, что я сейчас произнес на «Чекотики» еще раз, больше их вряд ли просмотра там будет, поэтому на «Чекотики» смотрите. Ну вот, кстати, о «Котиках» ОБСЕ опубликовало решение о прекращении огня на Донбассе. Это, ну вот, вы хотели хороших новостей, по-моему, не военных мы просили как раз. Ну, это антивоенная новость, потому что антиогневая, я бы сказал, правильно? Да, антигорячая новость, не знаю, как будут придерживаться. Она как-то тушит шапку Порошенко и… Да. Я рада сообщить. В общем-то, да, с 27 июля под руководством вооруженных сил Украины и там отдельных формирований. А я хочу напомнить, что это как раз день крещения Руси. Будем надеяться, что да, что совпадение будет хорошее. Совпадение? Не думаю. Хотел сказать на «Слаянском» не думая, но, по-моему, так и будет. Надо. Хорошая новость, потому что уже несколько было попыток прекратить огонь. И все говорят о том, что даже украинские власти признавали то, что вести огонь, поддерживать какое-то боевые действия даже низкой интенсивности, им интересно, потому что это позволяет напоминать об участии России в конфликте, конфликт горячий. Поэтому с экономикой обороны, конфликт горячий. Да, и будем топить Россию с помощью конфликта в своей же стране. У нас злоучительница отморожила уши. Отморожила суши? Отморожила что-нибудь и давно уже отморозили. Какая еще есть новость? Давай, пожалуйста. Хорошая, хорошая. Ты позитивно только что сказал. Пожалуйста, давай, Макарис. Плевок в глаза болельщикам. Динамо грозят акциями протеста из-за назначения Мирча Луческу. Напомню, Мирча Луческу, румынский тренер, его назначили тренером, главным тренером киевского Динамо. Суркисы, отстаньте от Динамо. Отстаньте, да. Милый, да. Да, там что-то переводится. Простите, я не понимаю арийский. Древнеарийский язык, да. Пишет White YBC. Это, наверное, White Boys. White Boys, да. White Boys. Делает парнишки, да. Что ж, до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш. Но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Видность растоптана. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно, некорректно высказывался в адрес Динамо, это плювок в глаза всем болельщикам Динамо. И Суркисы должны были осознавать, какие последствия это повлечет за собой. В конце концовом, он румын. Это же коллектив. Плюнешь коллектив, коллектив утонется. А если коллектив плюнет в себя, ты утонешь. Как будет на румынском? Ты утонешь. Ты утонешь. Чуушеску. Кажется, мы стали забывать имя румынского диктатора. Да, ну, по большому счету, я не знаю, как бы, вот в чем проблема. Мне кажется, важно, не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы мышей лобило. Это ты рассуждаешь как здоровый человек. Это же ультра-содинамо. Ультра-содинамо. То есть, мы их можем назвать нездоровыми и, как бы, ходить спокойно. Ультра-содинамо слишком здоровый. Я видел некоторых, они вполне себе здоровые ребята. Да, телом здоровые, головой полезные. А душой здоровый, Денис? Душа здоровой, так и мы и говорим. Душа раздирательной просто. То есть, душой на больные, душа на здоровые. Да, на самом деле, драма, конечно, серьезная, потому что противостояние между донецким шахтером и коммертами. Хорошо, что я с Луганской. Он много попил крови, кстати. Что вы пели сами себе? Будучи главным тренером шахтера. И поэтому, конечно, наверное, свои какие-то детские боли, может быть, вот это вот как раз не такими и стали. Потому что в свое время они были добрыми, воспитанными, культурными детьми. Кто? Кто? Эти ультрас. Да, в свое время. Но они смотрели матч Динамо Киев и Шахтер. И отец, конечно же, этого ультраса болел за Динамо Киев. Но Динамо Киев проиграл. Отец сгоряча начал крутиться по комнате и нечаянно сильно ударил телевизором по голове этого мальчика. Какая-то душераздирающая история. И поэтому у него такая реакция на Мирчу Лучевку. Понимаете, это все нормально. Так что я бы на вашем месте против ребят не говорил такие вещи страшные. Ну, конечно. А я как относиться к этой новости? Я из Луганска болею за Зарю. Поэтому черну били в Сану Ци. Давай следующую новость. Футбол это... В Луганске не White Power, не Black Power, а White Black Power. Где новости Луганск? Интернационал. Ну, вообще, надо сказать, в последней неделе новости бомба. Новости просто бомба, да. Там террорист, здесь террорист. Тут заминировали, здесь разминировали. Здесь оказалось сияться молоко. Здесь оказалось... Кому-то оторвало я... А вот кто-то играл в Counter-Strike? Я играл когда-то... Call of CS я создал. В несознательном подростковом детстве. Ну, вот. Мне кажется, мне кажется... Некоторые ребята меня поймут. Которые ходили, допустим, в эти интернет-клубы. Когда там на ночь заряжались там... О, да. Десять на десять и в Counter-Strike начинали играть. И вот утром выходили, просыпались. Мне кажется, что на самом деле все было уже предсказано. Нас, по большому счету, нас готовили. То есть мы, не зная, проходили в школу жизни. И сейчас вот мы потихонечку приближаемся. Вначале нам говорили, так, Counter-Strike. Научитесь там. Как бы, хатшоты делать все. Потом говорят, так, GTA. GTA. Машину надо научиться водить. Вот. И, следовательно, мы докомплектовываемся. И вы помните, начинали все с чего? Супер Марио. Грибы. Вот. Следовательно, и мы идем в этом. Вначале грибы, ну, Супер Марио. Потом ружье. И так, в принципе, мы и двигаемся к нормальному современному обществу. К нормальной цивилизации. Вот. Мы будем супер цивилизованы. Потому что всех не цивилизованы, мы убьем. Да? Парам-парам-пам. Да, вообще, то, что происходит сначала в виртуале, а потом в жизни, это есть такое. Вот, забыл, как называется эта игра, Call of Duty. Там вообще уже раза три была Вторая мировая, по-моему, за последнюю часть. Я еще помню, сидел и думал, вот, я реально думал даже, может быть, на исповеди об этом священнику рассказать. Потому что я однажды, признаюсь, в виртуальном... Убил человека. Не просто убил, а я был в аэропорту, в Москве, и там нужна была миссия завалить всех. Вот там, собственно. И ты пока всех не завалишь, принцессия не пройдена. И ты, как бы, такой... И ты не понимаешь, а что здесь происходит? Ты миссионер, оказывается, значит. Я проходил миссии, да. И, то есть, там был такой сюжет игры, что, типа, ты играешь за... Сталина. За русских террористов, которые расслеют в русском аэропорту, выдавая себя, там, за американцев. Что-то такое, короче. Я уже не помню, пускай... Какое хитро сплетение. Такое ощущение, что я просто сейчас, опять же, просмотрел хитроумную Липецкую операцию. Липецкую. Липецкую операцию. Ну, Липецкая операция тоже хорошая была, вот, с 2014 по 2019 год, закрытие на реконструкцию и потом... Кстати, про Липецкий. Я, к стыду своему, совсем недавно узнал, что в Липецке была фабрика у Порошенко... Рошен, Рошен, да? Да, я вот... Кстати, вы не знали, что название Порошенко и Рошен, я только тоже заметил. Совпределение. Совпределение. Нет, у него есть жена из Липецка, кстати. Вы знаете об этом? Кто? Марина Порошенко из Липецка. Загуглите, загуглите, откуда... Марина Порошенко. Я все равно... Почему она... Рад, да, 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 да. Марина Порошенко, просто веди откуда она. Вот, Марина Порошенко. Это очень интересно. Я недавно узнал и мне... Мне кажется, ты вот сейчас это начинаешь... Родилась она Киев. Как Киев? Не, подожди. Я где-то читал. Подожди. Ах, ты ж какой мерзавец. Это не Луцк. Луцк это новость, так сказать. Неужели я затупила? Подожди. Я читал, что ж у него когда-то. Ну, очень какие-то такие сайты непонятно. Можно ли ему доверить? Это мои сайты. Понимаешь, ну не будем это распространять. Потому что сейчас еще можно дойти до того, что на самом деле Липецкая фабрика была построена на месте Родома, где родилась жена Порошенко. Не надо. Да, да, да. Это все связи с Россией. Их никаких нет. Вот и даже когда говорят, что старший сын женился на девушке из России. Из Питера, кажется. Кто этому поверит? Боже мой! Не надо это все выдумывать. Это правда. Никаких связей нет. Ну что, ребята. Родилась она все-таки в Киеве. Но что-то там было с Липецком. Давай, последний. Последний. Неплохая. И не хорошая. А просто интересная. Живут прямо под окнами Рады. В водах Днепра в Киеве поселились медузы и рыба. И активисты. Активисты там живут давно. Уже прям не первые десяток лет. Ну вот в водохранилищах Днепра зафиксировали морскую рыбу и мелких медуз. Там они стали привычными обитателями. Увидеть их можно даже в районе Киева. Это классно. Ну это хорошо. Это говорит о жизни. То, что Верховная... Обычно... Мне просто впечатление, что... Субтитр, когда Киев от Днепра настолько очистился, что в него вернулись медузы. Надеюсь, однажды очистится Верховная Рада. А от плохих людей? А от хороших не очистится. Нет, медуза, а как они вообще туда попали? Эту шутку написала мне Надежда. Учёные предполагают, что это интродуцированный вид. То есть какой-то из... Интродуцированный? Ага, да. Да, какой-то из аквариумистов. Вылил своих подопечных в Днепр. Может быть, просто... В Украине и так слишком всё хорошо. Надо немножечко разбавить. Пираньи. Пираньи. Я думаю, что пора как бы и крокодилами обзавестись. Наконец-то, понимаете? Потому что... Что же это получается? Вот сейчас, помните, тот парень из гидропарка, который переплывал, за ним полиция ходила. И полиция следовательно ничего не смогла объяснить, что он там делал. А так, если бы был крокодил... Это была спасательная операция. Спасательная операция, да? Я вас хочу, друзья, поздравить. И наших телезрителей. Многие годы мы слышали о том, что Украина должна стать частью цивилизованного мира. Всего света. Она всех поддержит и так далее. Но раньше я в это не сильно верил. Потому что часть всего трэш происходил как-то чаще всего только у нас. А сейчас коронавирус везде. И у нас есть и терроризм. И всё остальное у нас есть. Поэтому мы полноценные, так сказать, члены мирового сообщества. Поздравляю вас, друзья. Поздравляю вас, друзья. И желаем нашим телезрителям чего мы желаем, Денис. По одному слову. Чтобы вас ни медузы, ни рыбые иглы, ни кололи, когда вы будете купаться и отдыхать. Чтобы у вас, дорогие трезители, росла так же борода. Или я не знаю. Надо чем-то позитивно. Надо хочу пожелать тоже хорошие бороды. А, у них и так хорошие бороды. Точно. Ну, в принципе, всё замечательно. Люди сходят с ума. Медузы появляются. Не переживайте. Никаких расстройств и депрессий. А нам есть о чем поговорить в подкасте КРТ. До новых встреч. Скидывайте хорошие новости. Позитивные. Пока.